МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Поддельные купюры, как отличить фальшивые деньги от настоящих. Ой, мороз, не морозь меня, как уберечься от обморожения. Первому полету человека в космос посвящается. В Сарове прошел день снега. Далее расскажем обо всем подробно. С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник Ви» от научного центра Гамалеи и «Эпиваккорона» от «Вектора». Вскоре в программу включат и препарат от центра Чумакова. Вакцинация от коронавируса групп Риска началась в России в середине декабря. Первыми возможность сделать прививку получили медработники, педагоги и сотрудники социальных служб. В конце декабря Минздрав выдал разрешение на вакцинацию «Спутником Ви» людей старше 60 лет. Эффективность препарата разработчики оценивают в более чем в 91%, от тяжелых случаев в 100%. В Сарове также с понедельника открылась запись на вакцинацию против коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно по телефону 955-49 и 952-45. Медицинские работники сформируют очередь по дате обращения. В Сарове уже прошли вакцинацию 150 человек. Они перенесли процедуру без осложнений. В России за сутки коронавирус обнаружили еще 22 857 человек. В Нижегородской области зарегистрировали еще 479 случаев заражения. Общее число жителей региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 перевалило за 78 тысяч. В Сарове статистику больных пополнили 87 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 15 тысяч саровчан. 19 поддельных купюр обнаружили полицейские в Сарове в прошлом году. Специалисты утверждают, что это рекордное количество фальшивок. Как проверить деньги на оригинальность, какие степени защиты существуют и купюры какого достоинства подделывают чаще всего, расскажем в нашем следующем репортаже. Посмотреть на свет под лупой, под углом, пощупать, а еще посветить инфракрасным светом или ультрафиолетом. По каждому из этих пунктов, кроме двух последних, обычный человек может проверить настоящие у него в кошельке деньги или нет. Самое простое – внимательно рассмотреть купюру и провести по ней пальцами. Бумага даже, фальшивая купюра, она более гладкая. Настоящие деньги, они как бы более плотные, хрустящие, несколько шероховатые. Защитные нити, она имеет приливающиеся свойства, ни в коем случае не отделяется от бумаги. В поддельных купюрах, она очень часто, ее прям даже можно без специальных средств или иголочкой, или даже иногда пальцем, она отделяется прекрасно, как будто прошита, как будто насквозь. Все прям очень хорошо, даже видно невыраженным глазом. Запомнить все степени защиты купюр сложно. Проверить подлинность своих денег самостоятельно можно с помощью информации, размещенной на сайте Центробанка. В разделе «Наличное денежное обращение» подробно описаны все степени защиты. Например, у 2000-х купюры 12 защитных признаков, которые можно рассмотреть с лупой, и 5 на ощупь. Также у банкнота разного достоинства отличаются изображения в инфракрасном и ультрафиолетом свете. Но бывают случаи, когда вид легальной купюры в этих диапазонах искажается. Я сталкивалась стать в практике, что когда нормальный неподдельник купюры не имеет ЭК-образа. Это происходит, ну, искажение. Например, постирали в машинке с бельем. Купюра осталась вроде бы целой, ничего с ней не случилось, а ЭК-образ он утрачен. И мы проверяли их уже как бракованные, просто списывали. Проверить купюры можно и с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». В программе есть информация обо всех рублевых купюрах и об их защитных признаках. Она поможет разобраться, где именно находятся водяные знаки, увеличенный рельеф, кип-эффекты и как они выглядят. В прошлом году в Сарове обнаружили 19 фальшивых купюр разного достоинства. В России только за 9 месяцев 2020 года полицейские изъяли 33 784 поддельные банкноты. Чаще всего подделывают деньги номиналом в 1000 и 5000 рублей. Согласно статье 186 Уголовного кодекса за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег нарушителей ждет наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет. За преступления, совершенные в крупном размере, тюремный срок увеличится до 12 лет. Ликвидацию шлама полигонов в Нижегородской области, копивших отходы еще с советских времен, общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» назвала самым позитивным событием 2020 года. На повестке дня пока остается дзюжинская черная дыра, по мнению некоторых специалистов, одно из самых грязных мест России. В национальном экологическом рейтинге регионов область находится на 53 месте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России усилят контроль за сдачей жилья в аренду. Законопроект уже готовит Минстрой и до конца этого года документы внесут на рассмотрение Госдумы. По информации экспертов, до 90% сегмента аренды жилья находится в тени из-за неуплаты 13% налога арендодателями. Новый законопроект сделает эту сферу более прозрачной и сможет защищать права арендодателей и арендаторов. Для этого планируют запустить систему учета договоров найма жилья. Вместо водительских документов – специальное приложение для подтверждения прав. Российские автолюбители в нескольких регионах страны в качестве эксперимента смогут не брать с собой в дорогу удостоверение. Минцифру совместно с МВД разработали приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторы будут проверять документы с помощью специального считывающего устройства. Эксперимент планируют запустить в ряде субъектов в 2021 году. С 1 июля 2021 года Рособранадзор будет по-новому формировать план проверок вузов. Университеты и институты будут выбирать в соответствии с их категорией риска. Вузы, чьи показатели выходят за рамки норм, будут проверять чаще. Однако в отношении всех, без исключения учебных заведений, усилят работу по профилактике нарушений. Одним из основных критериев при проверке станет объективный прямой контроль знаний студентов. У Саровчанки из квартиры украли сумку. 15 января к ней пришел незнакомый мужчина и попросил позвать собственника жилья. Дверь открыла дочь потерпевшей. Пока девушка вышла в другую комнату, чтобы позвать маму, злоумышленник украл сумку, оставленную в коридоре, и сбежал. В сумке было 4000 рублей наличными. Общий ущерб составил 5000 рублей. В результате оперативно-роскных действий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Это ранее судимый Саровчанин, 85-го года рождения. Похищенное имущество заявителю изъято частично, так как сумку он не успел сбыть, а вот денежные средства уже потратил. За минувшую неделю на дорогах Сарова было 5 ДТП с материальным ущербом. В одном пострадал пассажир. 13 января пенсионерка упала с сиденья в маршрутке во время резкого торможения на улице Силкина. Потерпевшая обратилась в поликлинику, где ей поставили диагноз – ушиб грудной клетки. Предположительный номер маршрута – 20. Причину происшествия – личность водителя и номер его транспортного средства – сейчас выясняют. Впервые за 4 года в Нижегородскую область пришли настоящие сибирские морозы и аккуратно крещение. Столбик термометра опустился до минус 30 градусов. Как правильно одеваться, чтобы не замерзнуть по пути на работу или на прогулки? И что делать, если получили обморожение? Смотрите далее. На прошлой неделе саровчане в полной мере ощутили русскую зиму с обильным снегопадом и трескучими морозами. В начале этой недели температура тоже не раз будет опускаться до минус 20. Причем, когда на термометре такая цифра, по восприятию все минус 30. Если долго находиться на улице, можно получить легкое обморожение. 90% обморожений, которые мы с вами видим, это обморожения легкой и первой степени, характеризуются гиперемией, легким покраснением и наличием неприятных ощущений на коже. Больше других изменений нет. Обморожения на следующих степени, второй, третьей, четвертой степени уже характеризуются более глубокими изменениями кожи. Здесь уже нужна специализированная помощь. По словам врача, с серьезной степенью обморожения чаще всего поступают пациенты, которые перебрали с горячительными напитками и уснули на улице. Вопреки расхожему мнению, выпивать, чтобы согреться на морозе – не лучшая идея. Алкоголь ненадолго расширяет сосуды, а после происходит их спазм, что ухудшает питание тканей. При легкой степени обморожения достаточно согреться, чтобы симптомы быстро сошли на нет. Но и это нужно делать правильно. Ни в коем случае нельзя кожные покровы растирать в мороженое, особенно снегом растирать, да, еще чем-то растирать. Их надо постепенно согреть. То есть человек должен прийти домой и либо местно использовать тепло, либо ту же теплую ванну, но не горячую, там 36-37 градусов. Мы говорим, индифферентное тепло, да, приятное, мягкое тепло. Если от долгих прогулок в морозную погоду вы не готовы отказаться, стоит максимально подготовиться. Многослойная теплая одежда, горячий чай, питательный крем от обветривания и активные перемещения. Условия, при которых шанс получить обморожение, гораздо ниже. В православной гимназии сняли вторую серию мультипликационного проекта «Настоятели». Мультфильм посвящен шестому настоятелю Саровского монастыря Игумену Ефрему, строителю главного храма обители Успенского собора. Анимационный фильм покажут на телеканалах образ и союз, а пока во всех православных гимназиях Нижегородской епархии проходят премьерные показы. Обоснователе Саровского монастыря Иеросхимонахи Иоанне и шестом настоятеле Игумене Ефреме зрители могут узнать в первых двух сериях проекта «Настоятели». Их совместно с режиссером-мультипликатором Александром Птичкиным воспитанники Саровской православной гимназии создавали почти три года. Все начиналось с идеи рисунков в рамках студии иконописи. У нас был изначально иконописный кружок, так как нигде вообще этого не было. Потом я подумала, что хорошо бы, сейчас же тенденции какие, чтобы дети знали хорошо компьютер. Это сейчас практически во всех сферах нужно. И почему бы нам не сделать мультфильм, не попробовать создать мультфильм. На занятиях с Александром участники студии научились создавать персонажей и освоили основные законы анимации и вида монтажа. От первого фильма ко второму руководитель видит большой прогресс. Если фильмы снимают, достаточно взять камеру и снимать, и там человек двигается, и все хорошо, то нам нужно повторить законы анимации и сделать их такими, какие они есть. Иначе зритель не поверит, что это походка, не поверит, что это падает листик с дерева, не поверит, что идет собака, например. Это сложный процесс. Это, наверное, самый сложный процесс в анимации. Сделать так, чтобы анимация была реалистичной. Мультфильмы проекта «Настоятели» ребята выполняют в стиле перекладки, когда героев и детали изображают на бумаге, сканируют, переносят в фотошоп, а оттуда в специальную программу для анимации. Одни ученики создают рисунки, другие их оживляют. Надежда Курякина с пяти лет хотела стать мультипликатором. Мечта воплотилась в реальность благодаря студии в православной гимназии. Начало моего анимации было сделано благодаря школе. Но потом, поскольку меня это заинтересовало, я стала искать какие-то дополнительные источники, аналогичные программы. Я уже стала немножко сравнивать их, понимать, в чем особенности каждой из них. Вот, например, аниме-студио-про, в которой мы работаем, ее, можно сказать, узкая специализация – это именно анимация персонажей. Потому что там есть возможность прокладывать так называемые кости, чтобы персонаж более реалистично двигался. Первые две серии проекта «Настоятели» покажут на телеканалах «Образ» и «Союз». Воспитанники-руководители студии уже работают над третьим мультфильмом. Его планируют посвятить канонизации Серафима Саровского. День снега прошел в воскресенье на лыжной базе. Для гостей праздника организовали соревнования по брумболу «Конкурс на самый длинный спуск с горы». Также зрители посмотрели этап Кубка города по лыжным гонкам. Традиционный конкурс снежных фигур в этом году перенесли в онлайн-формат. Подробности далее. День снега в этом году прошел в ограниченном формате. Из-за коронавируса и холода многие горожане предпочли остаться дома. Однако те, кто не побоялся прийти, окунулись в мир настоящих зимних забав. Большой популярностью пользовалась площадка, где волонтерские объединения города играли в брумбол. Это аналог хоккея, только вместо клюшек используют метла, а вместо шайбы – мяч. Все происходит на снеге, а не на льду. В такое снежное морозное утро у нас мы так активно проводим время, согреваемся, двигаемся. И соревнования проходят между командами волонтерских объединений города. Каждая игра длилась 10 минут. За это время спортсмены должны были забросить как можно больше мячей в ворота соперников. Бегать по снегу было тяжело. Тем не менее, азарт и хорошее настроение не покидали ребят. День снега отмечают в нашем городе уже более 10 лет. В этом году праздник посвятили космосу. Тема выбрана не случайно. В апреле мир будет отмечать 60-летие со дня полета Юрия Гагарина. Всемирный день снега еще известен как Международный день зимних видов спорта. Инициатором этого праздника стала Международная федерация лыжного спорта. Поэтому, как вы видите, начинаем мы свое мероприятие со стартов лыжников, с пропаганды здорового образа жизни. Поэтому мы стараемся пропагандировать здоровый образ жизни, активный отдых. И главное – спорт, чтобы занимались ребята спортом. И граждане знали, что у нас есть высокие достижения в лыжном спорте. Конкурс снежных фигур в этом году перенесли в онлайн-формат. Участники лепили ракеты, космонавтов, звезды и луноходов в своих доворах около школ и детских садов. А фото своих творений выкладывали в сеть. Авторы лучших работ получат дипломы и памятные подарки. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok